В Москве стартовала традиционная транспортная неделя. В международном форуме принимает участие глава Чувашии. Сегодня Михаил Игнатьев провел ряд рабочих встреч с руководителями федеральных ведомств. С подробностями Дмитрий Ковалев. Транспортная индустрия продолжает движение вперед. Уже никого не удивишь беспилотными машинами, спутниковой навигацией, скоростными поездами и даже атомными ледоходами. Но и потенциал у отрасли еще большой. В ближайшие годы регионам предстоит реализовать масштабные проекты. Среди приоритетов строительство скоростной трассы Европа-Западный Китай, маршрут которой пройдет и через Канаж. С вводом этой дороги время в пути от Москвы до Казани сократится в два раза. Приступят к работам уже в следующем году. За последнее время было несколько встреч совершенно конструктивные. Мы уверены, что дорога, которая будет проходить по территории Чувашии, даст толчок развитию экономики. Продолжится и реконструкция федеральных дорог. В ближайшие годы должно сократиться количество аварийных участков и разгружен автомобильный трафик. Частые пробки – главная проблема трассы М-7. Меньше будет дорожно-транспортных происшествий, культура и поведение и водителей, и пассажиров улучшится, трассы будут освещаемые. Это практически другой вообще уровень культуры будет. И рядом будут развиваться кемпинги. Это пункты общепитов, пункты сервиса. Республика претендует и на многомиллионные суммы из федерального бюджета. В рамках национального проекта в муниципалитетах должно стать больше качественных и безопасных автомобильных дорог. Только в этом году было отремонтировано более 350 километров. Задача главы региона – ужесточить контроль за работой подрядчиков. И все те инфраструктурные проекты, которые обозначены в наших государственных программах, а мы участвуем в наших федеральных программах, они реализовываются, ежегодно вводятся в десятки объектов. Еще одна тема форума – развитие системы ГЛОНАСС. К спутниковой связи подключено уже порядка 4 миллионов автомобилей. Но эффективность работы навигационной программы оценивают по спасенным жизням. В этом году он еще не закончился. В системе ГЛОНАСС поступило 26 тысяч вызовов. ГЛОНАСС успешно работает не только в системе обороны, но и во всей транспортной сфере. Начинает все больше работать в автостраховании, например. Рабочий график главы региона плотный. Михаил Игнатьев принял участие в деловом завтраке от федерального министра, встретился с руководителями субъектов, а затем стал гостем газеты «Комсомольская правда». Михаил Игнатьев обсудил с главным редактором газеты Владимиром Сунгоркиным планы по подготовке целой серии статей «Чувашии» к ее столетию. А вот как создается «Комсомольская правда». Круглосуточно работаем, работаем без выходных, без праздников. Сайт 4 миллиона 821 тысячи уникальных посетителей за сутки. Журналиста Александра Гамова интересовала реализация национальных проектов в регионе. Одна из тем – капитальный ремонт дорог. Без реализации инфраструктурных проектов невозможно быть современным, невозможно сегодня реализовать те инвестиционные проекты, которые касаются самореализации даже молодежи. Большое интервью главы региона в ближайшее время выйдет в радиоэфире «Комсомольской правды» и опубликовано на страницах газеты. Спасибо. Очень приятно было пообщаться. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы.